Продолжение следует... И с кардиоонкологией это совсем сложная оказалась задача, но тем не менее постараюсь что-нибудь интересное вам в этом плане рассказать. В первую очередь, начиная знакомиться с материалами по ковиду и коморбидностям, я испытывала сожаление о том, что предшествующие две коронавирусные эпидемии, в общем-то, очень поверхностно были изучены в этом направлении. Мы знаем, что в 2002 году и в 2012 году уже были достаточно сложные тяжелые вирусные эпидемии, которые были связаны с коронавирусом, SARS, COV и MERS. Ну, самая тяжелая и самая шокирующая поль своей летальности эпидемия была средняя азиатская эпидемия, эпидемия MERS, которая затронула преимущественно Саудовскую Аравию, поскольку заболевание передавалось от верблюда к человеку и очень редко от человека к человеку, Европа и Америка увидела только тех путешественников, которые вернулись в тот момент из этих стран. Ну, вы видите, летальность была действительно шокирующей 40%, около 40%. Эпидемия SARS-CoV была менее трагически летальна, но тем не менее в ней наблюдались достаточно много случаев включенных пациентов с онкологическими заболеваниями и также встречались и в первую очередь осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Но COVID-19, конечно, по количеству вовлеченных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы произошел все предшествующие эпидемии. Однако же, во время COVID-19, ну вот, онкологических больных встретилось не так-то много. Однако, COVID-19 также характеризуется развитием таких симптомов, как лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения, что, конечно же, может осложнять течение и онкологических заболеваний. Ну вот уже те исследования, которые удается увидеть в литературе научной. Например, исследование, анализирующее 5700 случаев заболевания COVID-19 в Нью-Йорке, показывает, что 56% пациентов, заболевших COVID-19, страдали гипертонической болезнью. Ну и в том, и также с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, эта эпидемия характеризуется огромным количеством включения пациентов с метаболическими нарушениями, ожирением и сахарным диабетом. Осложнениями этой терапии являются также сердечно-сосудистые расстройства. Это различные виды аритмий, это острый коронарный синдром, и особенно, конечно же, это встречается в группе пациентов, которые по определенным показаниям попали в отделение интенсивной терапии. Что же мы видим у пациентов, умерших в отделениях интенсивной терапии? Какие, опять же, заболевания у них преобладали? Мы видим, что преобладает также артериальная гипертензия. 50% умерших пациентов страдали артериальной гипертензией. Это, конечно же, было также ассоциировано с возрастом, начиная с 40 лет. Пациенты гипертоники – это практически половина умерших пациентов. Что же касается злокачественных новообразований? Их не так много в данной выборке, но, тем не менее, тоже в отделениях интенсивной терапии они встречались чаще, чем если бы у них течение заболевания было менее тяжелым. Какие же выделены на сегодняшний момент предикторы неблагоприятного прогноза, то есть тяжелого течения заболевания и причин смертности? Ну, демографический – это возраст больше 65 лет, мужской пол, сердечно-сосудистые заболевания, а именно артериальная гипертензия в первую очередь, сахарный диабет, злокачественные новообразования и иммуносупрессия, а также вот те лабораторные изменения, которые мы видим при тяжелом течении. Лимфопения, повышение тропонина, как маркера некроза миоцитов, повышение креатинина, снижение почечной функции, воспалительных маркеров, цирреактивного белка и повышение дедимера. Вот здесь следует перейти к тому, почему же артериальная гипертензия и вообще сердечно-сосудистые расстройства являются, скажем так, вот такими факторами риска при коронавирусной инфекции. Механизм проникновения в клетку коронавируса известен со времен эпидемии SARS, первой эпидемии. Вирусная частица, это РНК-вирус, который имеет белок-шип, который прикрепляется к эндотелиальным рецепторам, рецепторам эндотелия практически, естественно, повсеместно в организме, в этом и системность этого заболевания. И рецептор этот называется АС-2. Ну, по-русски это ангиотензин, превращающий фермент, АПФ. Мы знаете, что очень много, большая группа сердечно-сосудистых препаратов, оно именно является ингибиторами или блокаторами АПФ или рецепторов ангиотензина на периферии. Распространенность этих рецепторов, как я уже сказала, практически везде. И, конечно же, сердечно-сосудистая система, конечно же, сама сосудистая система, легкие. Ну вот, также носоглотка, мозг и так далее, и от этого зависят все осложнения коронавирусной инфекции. Что же делает ангиотензин в организме? Почему его блокада с помощью вирусных частиц является таким определяющим в развитии тяжелых осложнений? Он вмешивается в так называемый ренин ангиотензиново-альдостероновый каскад или РААС-система. Дело в том, что ангиотензин, который образуется в результате, из ангиотензиногена в результате взаимодействия с АС2, он может превращаться в различный ангиотензин, ангиотензин-1 и ангиотензин-2, и кардиотропные препараты, они в основном блокируют АТ-1, который вызывает вазоконстрикцию, воспалительные изменения, фиброз и так далее. В этом его положительные свойства этих препаратов, применяемых как антигипертензивные, в первую очередь, средства. Но, вмешиваясь вот в этот каскад, ангиотензин АС2, он может привести к высвобождению, наоборот, второго, отрицательного, если можно так сказать, ангиотензина, который вызывает, то есть, вернее, простите, положительного ангиотензина, который, наоборот, в организме вызывает вазодилетацию, обладает противовоспалительным, противофибротическим эффектом. И вот воздействие на этот ремин ангиотензин-адлицетероновый каскад до настоящего времени, в условиях поражения вирусом COVID, в общем, неизвестно. Ну, два основных перекрещивающих фазы, ключевые патогенетические механизмы при COVID-19, это острая фаза вирусной инфекции, за которой следует иммуновоспалительная реакция, вызывая, ну, все вот эти вот симптомы, которых мы уже прекрасно знаем, начиная с потери обоняния и так далее, и заканчивая, например, там развитием колитов. Ну, при этом вот те изменения в биомаркерах, которые я тоже уже упомянула, они происходят, и все это приводит к выработке большого количества интерлекина-6 и цитокиновому шторму. Какие же на сегодняшний момент приписываются осложнения при воздействии COVID-19 на течение острых и хронических сердечно-сосудистых заболеваний? Это касается и всех респираторных вирусных инфекций. Но при COVID-19 это, безусловно, наиболее ярко проявляется. Во-первых, ухудшается течение хронических заболеваний, декомпенсация вследствие несоответствия метаболических потребностей и сниженного сердечного резерва, высокий риск развития атеросклеротической бляшки, вирус-индуцированное воспаление, риск тромботических осложнений, например, у кардиологических больных это тромбоз стентов, у онкологических больных вы сами знаете, собственно, роль тромбоза при проведении любого противоракового лечения, развитие полиорганной недостаточности, но может быть и развитие острых миокардиальных повреждений. 40% пациентов, умерших от инфекции COVID, у них выявлялись острые миокардиальные повреждения. Здесь возможные механизмы, это вот как раз дезрегуляция рас системы, это цитокиновый шторм, это дыхательная дисфункция, это дисбаланс, опять же, между вот этими возросшими метаболическими потребностями, это риск разрыва атеросклеротической бляшки, тромботических осложнений и, наконец, микроваскулярное повреждение. На сегодняшний день в кардиологии мы часто встречаем, и то, что я слышала от коллег из института Алмазова, это очень частое развитие острого коронарного синдрома без обструкции коронарных артерий. Сейчас в кардиологии это состояние называется, так называемое миноко, это инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий, когда мы не видим, собственно, повода для того, чтобы провести ревоскулиризацию. И вот именно это как раз и встречается у пациентов, заболевших COVID. Нарушение ритма, также причины их понятны, но это и различные тахикардии, тахиаритмии, фибрилляция предсердий, при котором мы вынуждены назначать также антитромботическую и антикоагулянтную терапию. Ну, конечно же, работ по кардиоонкологии в условиях COVID-19 еще очень мало. И мы понимаем, что, собственно, мы знаем вот эти возможные механизмы усиления повреждения миокарда у пациентов, получавших или получающих ардиотоксическую противораковую терапию, связанно с тем, что и COVID-19 приводит, собственно, к тем же последствиям, которые сегодня в процессе сессии обсуждались, и кардиотоксические противораковые лечения, оно тоже суммируется, что приводит к, конечно же, тяжелому повреждению миокарда. Ну, вот две, так называемые, два удара по функции сердца. Это кардиотоксическое лечение, это COVID-19, и, конечно же, это снижение и развитие каких-то повреждений миокарда и, соответственно, снижение его функции. Мы знаем и говорили, и уже, по-моему, все это знают, что факторы риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний абсолютно, в общем-то, одинаковые основные факторы. Это и возраст, и ожирение, и психологические стрессы. Ну, здесь еще и SARS-CoV-2 инфекция, которая, конечно же, опять же, усугубляет это. Миокардит и перикардит, это вот те, собственно, состояния, которые развиваются при ICI-терапии. И если говорить о проявлениях их в период COVID-19, то частота их достаточно велика. В структуре 68 летальных исходов миокардит развитием острой сердечной недостаточности диагностируется уже в 7% случаев, а в 33% случаев сочетанное повреждение миокарда ухудшало течение заболевания. Клинические варианты – это то, о чем вот мы говорили, когда говорили о ICI-миокардитах. Это фульминантные миокардиты, то есть молниеносные, с очень высоким процентом летальности. Вот алгоритм, который предложен для лечения миокардита, связанного с ICI-иммунотерапией, мы его уже рассматривали осенью, но вот я сейчас здесь повторю, что нужно знать онкологам и, конечно же, с помощью кардиологов пытаться нивелировать все эти проявления. Надо смотреть за появлением новых кардиоваскулярных симптомов на фоне терапии ICI или после ее проведения. Рассматриваются следующие диагнозы. В первую очередь, если, конечно же, проводится лечение иммунотерапии, то, конечно же, задумается об ICI-миокардите. Но это может быть и просто вирусный миокардит, а может быть и их сочетание. Может быть пневмонит, который также вызывает похожие симптомы. Это может быть острый коронарный синдром, это могут быть другие причины ухудшения сердечной недостаточности, включая кардиотоксичность. Ну, вот циркаидоз сердца тоже предлагают рассматривать. Отдельная тема. Повышение тропонина или аритмия, или изменение ЭКГ. Все тоже может быть как при ICI-миокардите, так же и при COVID-19. Ну, в данном случае мы предполагаем только суммацию симптомов и, наверное, очень плохой прогноз. Таких случаев пока еще не описано. Что надо делать? Обследовать для уточнения ведения. Значит, смотреть, можем ли мы продолжить ICI-терапию, но, думаю, в условиях кандевит, как сказал уже предыдущий оратор, это невозможно или лучше не надо. Ну, и, конечно же, экстренную консультацию кардиолога. Что будет делать кардиолог? Ну, он, собственно, попробует уточнить диагностику и кроме вот обычных таких мероприятий. Миокардиты вообще на сегодняшний момент неинвазивно диагностируются с помощью магниторезонансной томографии сердца. Ну, рассматривать, я думаю, биопсию миокарда мы в данной ситуации не будем. А онкологу, кардиолог может подсказать, нужно ли, во-первых, начать высокодозную терапию глюкокортикостероидами. Ну, вот рассмотрим теперь то лечение, которое можно рекомендовать или как-то нужно рассмотреть, когда мы говорим о лечении онкологического пациента в условиях COVID, подозревая у него сердечно-сосудистые расстройства. Ну, вот за и против проведения терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецептора ангиотензина. Как я уже сказала, это большая группа кардиологических препаратов. За и против. Наверху эти препараты ухудшают течение инфекции COVID, внизу они улучшают. Вообще, на самом деле, вот этим изучению АСЭ-2 на сегодняшний момент и особенно сейчас это вызвано вот такому интересу к COVID-инфекции, начали посвящать пилотные исследования по диагностике, по их изучению в процессах диагностики и лечения онкологических заболеваний, в частности, немелкоклеточного рака легких. Такие работы уже ведутся и, возможно, это приведет к новому этапу какой-то противораковой терапии. Но в отношении этих препаратов рекомендуется продолжить терапию блокаторами, тем не менее, не отменять их по показаниям кардиологов. Если у пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями диагностирован COVID-19, то решение о продолжении терапии принимается индивидуально. Ходя из клинических проявлений и теоретические сомнения, данные о поражении сердечно-сосудистой системы при COVID-19 требуют, конечно же, проведения дополнительных исследований. Это вот рекомендации, которые дает наше российское кардиологическое общество в условиях COVID-19. Антитромботическая терапия. Конечно же, надо продолжать терапию дезагрегантами, пациентам, перенесшим стентирование, отменять их нельзя, но, по крайней мере, здесь есть рекомендованный препарат выбора из этой группы про сугрель, эффиент, к сожалению, он только сейчас у нас начал появляться, и, в общем, вот у российских кардиологов такого опыта нет. Пациенты, нуждающиеся в проведении терапии антикоагулянтами при венозном тромбоэмболизме, в условиях терапии специфической, как сейчас, противовирусной терапии COVID-19, лапиновир и ритонавир, это ВИЧ, применяемые противовирусные препараты, также имеют свои рекомендации. Я вижу, что я уже ушла за пределы своего выступления. Что касается применения кортикостероидов, дексаметазон 6 мг ежедневно в течение 10 дней у пациентов с COVID-19, которые находятся на искусственной вентиляции или на кислотуродной поддержке, и не рекомендуется использовать гормоны для лечения пациентов, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Естественно, если у вас возникает необходимость применять кортикостероиды, вы их будете применять. Ну, вот такую вот таблицу я сделала на основе публикации в журнале тромбоза и тромбоэмболии, и не буду вам говорить, но вот внизу ссылка на сайт, который отвечает, очень, скажем, актуально изменяется, и отвечает на вопросы о взаимодействии препаратов со специфической для COVID-19 терапией. Можно пользоваться этим сайтом. Ну, междисциплинарная команда, конечно же, безусловно, онкологи, кардиологи, ну, и все мы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,